Здравствуйте! На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. В некоторых районах Петлиса вновь объявлен комендантский час. Дом музея Тириана будет отремонтирован. Арцах приветствует создание в Канаде парламентской группы дружбы с Арцахом МИД. Ситуация в Сирии. Напряжение витает вокруг голландских высот. Сегодня 150-летие великого мецената и бизнесмена Гаруста Гюльбенкяна. Соболезнования. Губернатор Петлиса опубликовал заявление два месяца назад о введении комендантского часа в 43 деревнях в Петлисе. Недавно это заявление отменили, но 19 марта выпущено другое заявление, по которому был объявлен комендантский час в 15 деревнях района Давтан, в 3 деревнях в районе Хизан и в некоторых других районах Петлиса. Напомним, что с 16 августа 2015 года комендантский час в Петлисе был объявлен как минимум 20 раз. Из районного бюджета Нинацминды было выделено 10 тысяч лари на ремонт дома-музея Ваана Тириана. Председатель Сакребуло отмечает, что не нужно впадать в крайности, они сделают все возможное, чтобы устранить недочеты. 20 марта G-News опубликовал статью под заголовком «Отцовский дом Ваана Тириана» на грани разрушения, в которой рассказывает о ситуации, царившей в доме музея поэта. Председатель Сакребуло Нинацминды Сумбат Кирюгян, реагируя на нашу статью, заверил, что они делают все возможное, чтобы устранить проблему. 21 марта Сакребуло выделило 10 тысяч лари на ремонтные работы родительского дома Ваана Тириана. Председатель Сакребуло Нинацминды говорит, что после ремонтных работ будут проведены некоторые работы, чтобы по-новому представить экспонаты. Отметим, что родительский дом Тириана – 137-летнее строение. Действующий с 1957 года дом-музей под настоящего времени ни разу не ремонтировался. Были частичные детальные ремонты, но они не носили систематического характера. Комментарий Управления информацией по связям с общественностью МИД в связи с созданием в Канаде парламентской группы дружбы с Арцахом приветствует создание в Канаде 19 марта парламентской группы дружбы с Арцахом. Парламентская дипломатия – один из важных форматов расширения международного сотрудничества Арцаха. Данный шаг канадских парламентариев еще раз свидетельствует о недопустимости и неприемлемости политики изоляции в отношении Арцаха и его народа. Уверены, что создание группы дружбы будет способствовать расширению дружественных связей между народами двух стран, а также внесет вклад в укрепление мира и стабильности в регионе посредством продвижения всеобщих ценностей свободы, демократии и уважения прав человека. С наступлением темного времени суток в Багузе возобновились ожесточенные бои между курдскими силами и уцелевшими после многодневных бомбардировок и штурма боевиками исламского государства. В настоящее время, по данным источников в Твиттере, над восточной стороной Багуза проносятся трассирующие пули. По территории наносят удар авиации международной коалиции, слышен звук работы тяжелых пулеметов. Как отмечает источник, видимо, не все слышали прозвучавшее сегодня заявление представителей президента США Дональда Трампа о полном уничтожении исламского государства. В Африне прошел митинг переселенцев из населенного пункта Аль-Гута, который потребовали от протурецких боевиков бригады сирийской армии Лева Султан Мурад покинуть Африн и отправиться в Багуз на помощь исламскому государству, сообщают курдские источники в Твиттере. Лидер протестующих назвал боевиков в Багузе братьями и потребовал, чтобы все группировки пошли и спасли наших людей, которые погибают в Багузе. Президент США Дональд Трамп написал твит, в котором заявил, что настало время признать полноправный суверенитет Израиля над голландскими высотами. Израиль установил контроль над этой территорией Сирии во время шестидневной войны в 1967 году, но мировое сообщество до сих пор отказывалось признать оккупацию Голланд законной. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху сразу же поблагодарил Трампа. В то же время Москва, Дамаск, Лондон, Анкара и ЕС раскритиковали заявление Трампа. До 1967 года голландские высоты входили в состав Сирии. Израиль занял эту территорию по итогам войны судного дня 1973 года и соглашения о разъединении войск. Миссия была свергнута в 2013 году после вторжения в регион террористов. В 1981 году Кнессет Израиля принял закон о голландских высотах, которым в одностороннем порядке провозгласил суверенитет Израиля над этой территорией. Совет безопасности ООН не признал это решение. Резолюция 497 от 17 декабря 1981 года. Галус Саркис Гюльбинкян. 29 марта 1869 год. Константинополь. 20 июля 1955 год. Лиссабон. Финансист, промышленник и филантроп. Крупный нефтяной магнат первой половины XX века. Соучредитель множества нефтяных компаний. Основатель Ирак Петролиум Компани, заложивший начало нефтедобычи на Ближнем Востоке. Владел восьми языками. Родился 29 марта 1869 года в Константинополе в квартале Скютар. Начальное образование получил в школе Арамян Унчан Близкары. Затем во французском лицее Сен-Жозеф. В 1892 году получил от отца 30 тысяч фунтов стерлингов в качестве начального капитала и переехал в Лондон, где занялся нефтяным бизнесом. В 1907 году он начал переговоры с известными магнатами и крупными компаниями своего времени и принял участие в создании компании Royal Dodge Shell. Он имел нефтяные месторождения в Венесуэле, Иране, Ираке, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах. Он держал в руках рычаги крупных нефтяных компаний. У него была драгоценная коллекция произведений искусства, включающая около 6 тысяч оригинальных произведений. С 1920 по 1940 год покровительствовал армянским школам и медицинским центрам в Турции, Сирии, Ливане, Иордании, Ираке. В 1936 году Гельбинькян пожертвовал 400 тысяч долларов армянской апостольской церкви, помогал Матенадарану. После капитуляции и покорения большой части Франции над Галустом Гельбинькяном, жившим тогда в Париже, нависла реальная опасность. Однако в апреле 1942 года Гельбинькян при посредничестве иранского представителя при правительстве Виши получил дипломатический иммунитет и по приглашению посла Португалии выехал в Лиссабон, первоначально намериваясь отдохнуть там на неделю. Сложилось так, что Гельбинькян провел в Португалии остаток своей жизни – около 13 лет. Скончался Галуст Гельбинькян 20 июля 1955 года на 1986 году жизни. Местом его упокоения стала церковь Святого Саркиса в Лондоне. От имени Западной Армении хотим выразить и глубочайшие соболезнования семье, родственникам и ученикам в связи с кончиной гражданина Западной Армении Геворга Маркаряна. Геворг Маркарян корнями из арцаха родился в 1938 году в Мернуэле, Грузия. Закончил историко-лингвистический факультет Гереванского педагогического университета имени Абовяна. Был старшим инспектором Министерства образования. Является автором многих стихов, методических пособий. Панихида состоится в воскресенье 24 марта 2019 года в траурном зале Адана Багареванта, 17 улица, здание 6,2. Похороны 25 марта в 13 часов в селе Бюракан. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию исполнение Макартыча Апрекиана. Макартыча Апрекиана. Макартыча Апрекиана. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь миром.